Здравствуйте, с вами опять Артур Сайбулайф и это мое очередное обращение, правда на этот раз к жителям стран Евросоюза и вообще коллективного Запада. Вот до меня дошли слухи, ну они вообще давно дошли до меня, просто как-то думал, долго думал над тем, над своей речью, то что я сейчас хочу вам сказать. В общем, до меня дошли слухи, что вы на Западе запрещаете русскую культуру, запрещаете постановки по пьесам наших писателей, запрещаете нашу музыку. Вот что я вам скажу, вы не сможете ее запретить. Потому что помимо физического пространства, есть еще и виртуальное. Вы запрещаете в физическом пространстве, да, там у вас есть привилегии определенные, есть инструменты определенные, связи, возможно, посредством которых вы можете где-то что-то там запретить, в каком-то театре, какую-то постановку, чтобы люди не видели, но люди все равно увидят через интернет. Они будут заходить на наши сайты и смотреть те постановки, что мы снимаем у себя в России и выкладываем в интернет. Они все это будут смотреть. И поверьте, смотрят. И блокировка тоже не помогает, потому что прогресс на месте не стоит. Криминальные технологии, они тоже развиваются. Если раньше программы для обхода блокировок стоили баснословных денег, то сейчас они распространены настолько, что их можно найти бесплатно. Так что, ребята, зря вы стараетесь. Вы, наоборот, тех людей, кто ходил на эти постановки, вы их всех, вы создаете такую ситуацию, при которой они будут искать те же произведения, те же постановки, но уже в интернете. Например, если человек слушал, скажем, Чайковского, любил ходить на оперы, снятые, ну, снятые при... при... не пос... под его музыку, так сказать. А вы взяли, запретили. А в интернете, особенно на российских сайтах, есть файлы mp3, где записана музыка Чайковского. И люди будут их искать, и рано или поздно найдут. И мы будем им в этом помогать. Например, мой проект, Films Trailers Online, как раз на это и ориентирован. Теперь немножко расскажу о своем проекте. Данный проект преследует в основном такую цель. Это продвижение традиционных ценностей путем популяризации русского языка по всему миру. Но это основная цель, на самом деле, дополнительная. продвижение русской культуры. Точнее, даже... Ну да, продвижение. В принципе, это... Хотя она больше похожа на культурный обмен. Но... Мой проект включает в себя три интернет-ресурса. Первый — это телеграм-канал Films Trailers Online. Второй — это группа в социальной сети ВКонтакте. И она тоже называется Films Trailers Online. И третий — это группа в социальной сети Одноклассники, которая тоже называется Films Trailers Online. В этой группе вы найдете много вещей, связанных с Россией. Во-первых, там есть рубрика «Бессмертная музыка России», где вы найдете произведения классических... Вернее, классические произведения, оставшие мировыми хитами. Именно... Причем это произведения российских исполнителей. Например, «Трава у дома», потом «Группа крови», потом... Тут... «Прекрасное далеко». Ну и много песен российских... Советских российских исполнителей, ставших мировыми хитами. Далее там есть рубрика А... А... И что хочу сказать. В этих песнях воспевается только самое хорошее. Самое светлое. Во-вторых, там есть рубрика «Музыкальный ринг». В рамках этой рубрики я сравниваю творчество советских и российских музыкальных исполнителей с их зарубежными коллегами по музыкальному цеху. Например, в одном ролике я Высоцкого сравнил с Луи Армстронгом. Или в другом ролике я Deep Purple сравнил с группой Парк Горького. Далее там есть рубрика «Трейлеры к фильмам», которую я в предыдущем ролике по ошибке назвал как «Отрывки из фильмов». Нет, это я просто оговорился. Называется «Трейлеры к фильмам». Хотя на самом деле там, да, действительно отрывки из фильмов. Потому что трейлер – это очень минутный какой-то промо-ролик, который почти никакой информации не дает. А отрывок из фильма он уже какую-то информацию о фильме дает. Вот, например, чему этот фильм учит даже взять какую-то сцену отдельную с фильма продолжительности, допустим, 10 минут или 5 минут. Вот. Тоже выбирал те фильмы, которые в свою очередь учат хорошим вещам, семейственности, традиционным ценностям. Семья как союз мужчин и женщин, плюс любовь к детям, потом милосердие, вот эти вещи. Ну и там есть еще, это, кстати, подростков касается, рубрика «Трейлеры к играм». Все то же самое, к ней применительно все то же самое, что и в рубрике «Трейлеры к фильмам». Правда, я пока всего одну игру нашел такую, соответствующую этим требованиям. Где семья союз, как мужчины и женщины, и там традиционные ценности, там, белосердие и так далее. Это игра «Detroit Become Human». Пока только вот она одна. Вот. Ну а если вы не верите мне, то можете использовать поисковый запрос, который вы сейчас видите на экране. Или же перейти по ссылкам, указанным в описании к видеоролику, а также в закрепленном комментарии. Ну, а теперь я прощаюсь с вами. Продолжение следует...